В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске о судьбе Дома книги и магазина «Звездные». Первое заседание Думского комитета в осенне-зимней сессии. Потеря кадров. Почему врачи узкого профиля уходят из поликлиник города. Кросснации 2018. Саровчан приглашает принять участие в Дне Бега. Далее расскажем обо всем подробно. Думский комитет. Избранникам специалисты КУМИ пришли с поправками в этом проекте. Новая редакция проекта основана на том, что изменилась рыночная стоимость муниципального имущества. Срок действия прошлого отчета об оценке истек. И на сегодняшний день рыночная оценка составляет 43 миллиона 670 тысяч рублей пакета акций акционерного общества Дома книги. Первоначальная стоимость акций составляла 39 миллионов 200 тысяч рублей. На эту цену нашелся лишь один потенциальный покупатель. Появятся ли желающие после увеличения – вопрос открытый. Работу проводим. Общались с предпринимателями, которые потенциально готовы приобрести пакеты. Но вот чтобы кто-то сказал, что да, я иду, такого нет. Подобная ситуация происходит и с магазином «Звездный». Аукцион по продаже здания на улице Некрасова проходил уже дважды. Но потенциальные покупатели так и не заявились. Спустя полгода помещению также провели повторную оценку рыночной стоимости. Начальная цена продажи составляет на сегодня 22 миллиона 0,73 тысячи рублей. Получается, что стоимость начальной цены понизилась порядка 3 миллионов рублей. Порядка 3 миллионов рублей, да. Вы видите, в каком состоянии. Оно заброшено немножко. Какая судьба ждет Дом книги и магазин «Звездный» и появятся ли у них новые владельцы – покажет время. Оба вопроса повестки депутаты вынесли на ближайшую сессию. Саров остался без детского окулиста. С недавнего времени в штате детской поликлиники КБ-50 отсутствует врач-офтальмолог. Прием детей ведут специалисты поликлиники номер 2. И это не первый случай, когда узкие специалисты покидают ряды саровских врачей. Больше полугода назад город остался без детского эндокринолога. Не лучшей ситуации и во взрослой поликлинике. Чем обусловлена потеря медицинских кадров, выясняла наша съемочная группа. В Сарове назрела острая проблема нехватки врачей узкого профиля. Отстояв очередь за талоном в городских поликлиниках, горожане получают неутешительный ответ в окне регистратуры. Записаться на прием не получится по причине отсутствия специалиста. После таких пессимистичных прогнозов кто-то отправляется в частные клиники, а кто-то остается ждать у моря погоды. Причем речь идет как о детях, так и о взрослом населении. Узкие специалисты, ну, можно сказать, некоторые отсутствуют, поэтому мы вынуждены практически постоянно обращаться к платным специалистам. Врачи-офтальболог, невозможно записаться. К нервопатологам тоже проблемы большие. Грустно это все. Я просто сама врач. У нас руководство как говорит? Не нравится, пишет заявление, увольняется. Очень много хороших докторов, к сожалению. Вот так вот уезжают из города. Все трое наблюдаются по зрению, на данный момент нет. Но обещали через три недели, что появится специалист. Последний массовый прием врачей в ряды Саровской клинической больницы приходился аж на конец 80-х годов. И с того момента до середины 2000-х серьезных кадровых решений, призванных улучшить ситуацию, не предпринималось. Приток молодых специалистов начали налаживать только в последние пять лет. Ситуация еще хуже тем, что получить узкую специальность нужно только после прохождения ординатуры. Число этих мест в ординатуре очень сильно ограничено. Сейчас страна занимается политикой заполнить места врачей первичной медицинской помощи. Это участковых терапевтов и педиатров, которых по всей стране не хватает очень существенно. В детской поликлинике не работает эндокринолог и офтальмолог. Во взрослой нет нефролога. И это еще не полный список. Пациентов временно ведут терапевты или педиатры. В особо тяжелых случаях отправляют в Нижний Новгород. Но и с докторами общего профиля не все гладко. На 14 участках работает 6-7 врачей. Что касается офтальмолога в детскую поликлинику, я надеюсь, что мы в ближайшее время его примем. А вот по эндокринологу ситуация тяжелее. Решить кадровый вопрос вполне реально. Но далеко не каждый специалист поедет работать в закрытый город. Сегодня это непрестижно, считают опытные медики. Из 431 врача клинической больницы лишь 50 – это молодые специалисты. Медицинская помощь – это существенная часть социальной составляющей города. И это не только проблемы самой больницы, это еще проблемы и городских властей. Еще одно следствие кадрового голода в саровских медицинских учреждениях – это очереди в регистратуру и возле кабинетов врачей. О том, как решают проблему записи на прием в поликлинике города, расскажем в ближайших выпусках новостей на канале 16. Фонд капитального ремонта Нижегородской области ужесточил требования к подрядчикам. Теперь подрядчики будут подтверждать свою состоятельность банковской гарантией. Также появилась обязанность страхования по возмещению ущерба, возникшего в ходе проведения работ по вине подрядчика, и страхования рисков гражданской ответственности перед третьими лицами на период гарантийного срока, который длится 5 лет после окончания ремонта многоквартирного дома. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 25 сентября глава администрации Сарова Алексей Голубев проведет личный прием граждан. Записаться на встречу можно будет во вторник 18 сентября в 128 кабинете здания городской администрации с 8.30 до 17.30. При себе необходимо иметь паспорт. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 59 и 9 77 70. 17 и 18 сентября городская прокуратура проведет горячую линию по вопросам соблюдения прав участников долевого строительства. Вопросы от Саровчин будут принимать с 9 до 18 часов по телефонам 755 70 и 756 36. По всем поступившим обращениям проведут проверки, а при необходимости примут меры реагирования. Департамент городского хозяйства обращается к владельцу брошенного и разокомплектованного автомобиля «Вольво». Машина припаркована возле дома номер 9 по улице Чапаева. Ее необходимо убрать до 3 октября. В противном случае машину эвакуируют на платную автостоянку комбината благоустройства, а затем утилизируют. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 77 29. Школьники нашего города вновь читают вслух. На этот раз выбор организаторов проекта Дворца детского творчества пал на серию фантастических романов российского писателя Андрея Белянина, в которой младший лейтенант милиции попадает во времена царя Гороха и произведения баснописца Ивана Крылова, не теряющих своей актуальности и по сей день. Подробности далее. За три года работы проект «Читаем вслух» принял более 400 учеников школ. И за это время ими было прочитано огромное количество русской, советской и зарубежной классики. В этом году организаторы подготовили для юных школьников произведения двух авторов – Андрея Белянина и баснописца Ивана Крылова. Почему Крылов? Потому что баснописцу в следующем году 250 лет. Ну и в программе образовательных событий есть эта дата, которую мы не могли обойти и как-то не обратить на неё внимания. Прочитать басни Крылова предстояло ученикам 15-го лицея. Школьники постарались сделать это настолько выразительно и захватывающе, чтобы другие ребята заинтересовались и захотели прочитать все басни знаменитого поэта. Как уверяют участники проекта, выступать на публике не так сложно. Главное – самому проникнуться басней и получить новые эмоции от её прочтения. Мы учимся таким способом образительно читать, и другие люди тоже учатся. Другие ребята подготовили для зрителей роман российского писателя Андрея Белянина «Тайный сыск царя гороха». Пятиклассники решили прочитать зрителям только яркие моменты произведения. После их выступления многие сидящие в зале задумались, кто в итоге оказался вором и чем закончился роман. Но ответы на эти вопросы ребята смогут узнать только когда самостоятельно прочитают произведение до конца. Читать важно, чтобы умнеть и саморазвиваться. А все люди, которые читают, у них есть большой словарный запас, и они много знают. Приведя этим любовь к чтению – одна из главных задач этого проекта. Принять участие в нём могут школьники с 4 по 11 класс. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Дворца детского творчества. Многие из нас не представляют жизни без домашних животных. Они восполняют потребность в общении и дарят тепло и уют. Сегодня сложно найти семью, где бы ни жила кошка, собака, попугаи, черепашки или морские свинки. Но в последнее время всё больше людей делают выбор в пользу так называемых экзотических домашних животных. Длиннохвостая и неясыть – разновидность сов, которые обитают в европейской части России, в районе Волги и в далёкой Сибири. В дикой природе этот вид живёт в смешанных лесах рядом с большими полянами. Двухлетнему Филе пришлось однажды познакомиться с миром людей. Его нашли в центре города беспомощным и раненым. Взять на себя ответственность за жизнь этого ночного хищника отважился Дмитрий Гурин. Сегодня Филе с лёгкостью идёт на контакт с хозяевами, не боится садиться на руку и даже пытается уживаться с другими домашними питомцами. Однако к чужим привыкает постепенно и иногда даже может распушить перья, что по-совиному означает реакцию самообороны. Когда он был больной, ему было всё равно, что там с ним происходит, как он это. Он точно не реагировал никак. Его приходилось выхаживать. Кормить заставляли его, открывали рот, заталкивали, потому что он сам уже не ел. Ну, был истощён сильно. Но чётко следуя советам ветеринаров и специалистов-орнитологов, птицу удалось поставить на ноги. Сегодня Филе, как и сородичи, продолжает вести преимущественно ночной образ жизни. Приём пищи чаще всего также приходится на тёмное время суток. Дмитрий рассказывает, что комфортнее Филе чувствует себя на свежем воздухе. Однако после полутора лет жизни в неволе Филе утратил навык охоты на добычу. Обычно он спокойный. По ночам начинает летать, ёрзать, иногда кричит. Ещё приспособился кричать, когда хочет есть. То есть просит уже еды. Выгуливать Филю хозяева стараются в безлюдных местах, подальше от шумных дорог и чрезмерного внимания прохожих. За полтора года Дмитрий привык к новому пернатому другу и считает его полноправным членом семьи. Однако он всегда старается помнить, что главное для животного, родившегося на воле – это свобода. Проверить свою выносливость. Саровчан приглашают принять участие во Всероссийском Дне Бега. Это спортивно-массовое мероприятие ежегодно привлекает внимание не только профессиональных спортсменов, но и просто любителей бега. Предстоящий Кросснаций-2018 – это прекрасный повод не только показать, на что вы способны, но и присоединиться к спортивному движению в стране и приятно провести время с семьёй. Жители нашего города уже в 12-й раз поддержат Всероссийское спортивное мероприятие. С годами к соревнованиям присоединяется всё больше участников. Складываются определённые традиции проведения праздника. Обязательно бегут детсадовцы, военнослужащие Саровской дивизии, школьники и сотрудники предприятия города. У нас спортивных забегов нет. Цель в данных соревнованиях – это массовость. И всё-таки, чтобы люди, скажем так, даже с семьёй пришли на природу, прошли эту дистанцию, не обязательно её бежать. Её можно просто даже пройти и прогуляться. Чтобы сделать День бега по-настоящему массовым и интересным для островчан всех возрастов, в этом году организаторы расширили рамки кросса наций и подготовили для бабушек и дедушек особую дистанцию. Впервые в этом году мы пригласили пенсионеров, ветеранов спорта, ветеранов вообще города. Для того, чтобы они прошли дистанцию 500 метров, будет дан мастер-класс по скандинавской ходьбе. Старт любителям скандинавской ходьбы будет дан в 8.30 утра. Вторыми бегут сотрудники Росгвардии. Затем свои 500 метров пробегут малыши из детских садов. Символичную дистанцию 2018 метров преодолеют школьники и взрослые. От любителей до профессионалов на стадионе ИКАР прошел чемпионат и первенство города по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие около 40 спортсменов, работники ядерного центра, городских учреждений, а также студенты медколледжа. Все желающие смогли попробовать свои силы в беге на дистанциях 100, 400 и 3000 метров, а также в прыжках в длину с разбега. Как прошел чемпионат, расскажем в следующем репортаже. Станислав Сафин в прошлом долго и результативно занимался легкой атлетикой. Были разряды и спортивные достижения, но как это обычно бывает, семья, быт, работа и различные дела 20 лет вставали препятствием между молодым человеком и любимым спортом. О своем прошлом спортивном опыте Станислав вспоминает достаточно часто. Началось все с результатов высоких на физкультуре и после этого пошел дюж заниматься. И со школы еще ездили на соревнования. Бег на различные дистанции, прыжки с места – таков набор состязаний для более чем 30 участников. Состав спортсменов, по словам организаторов, разный. Процентов на 80 – это постоянные члены Федерации легкой атлетики города. Но много и новых лиц. И хотя это темные лошадки соревнований, от них все же не ждут сверхрезультатов. Интригу на соревнованиях добавили спортсмены, недавно вернувшиеся с чемпионата России. У нас сильнейшие спортсмены выступали три недели назад на чемпионате России в Москве. Там показывали хорошие результаты. Но я думаю, они должны улучшить свои результаты. Кто тренируется, готовится, то, конечно, всегда стимул есть к чему стремиться. Для участия в соревнованиях не нужно было заранее подавать заявку. Главное – это желание бегать и прыгать и совершенствоваться в таком виде спорта, как легкая атлетика. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.